Всем привет, друзья! Мои прогнозы на матч Лиги Наций в воскресенье. Это второе из трех видео. Ставка 30 тысяч рублей. Часть ставок в этом видео, остальные будут у меня в Телеграме. Так что переходите по ссылке в описании на мой Телеграм-канал, где все бесплатно. Подписывайтесь на наш чат Телеграм, где мы обсуждаем ставки. Тоже ссылка есть в описании. Начнем с Экспресса на Лигу Наций. Первый матч. Израиль играет против Чехии. Израиль провел 120 минут в полуфинале отборок Евро против Шотландии. Сыграли 0-0, уступили по пенальти. Таким образом, на Евро Израиль не сыграет. Команда получила негативные эмоции, очень устала, поэтому становление будет непростым. Месяц назад они в Лиге Наций 1-1 сыграли со Словакии и Шотландии. В 9 из 10 матчах Израиль пропускает. В обороне полнейший бардак. И чехи, которые свежие, которые играли лишь в товарищеский матч с Кипром, обыграв их 2-1 и применяя определенную ротацию, конечно, чехи являются фаворитами. К тому же, чехи здорово стартовали в Лиге Наций. Они обыграли Словаков на выезде 3-1. После этого, да, 1-2 уступили в Шотландии, но мы помним то, что состав был совсем другим. Вызывали футболистов с местного чемпионата, потому что у основных игроков был коронавирус. Поэтому этот результат, ну, я бы не стал бы на него обращать внимания. Так что моя ставка индивидуальный тутал Чехии больше наоза. Коэффициент 1-50. И к этому матчу добавляю поединок Сербии и Венгрии. Сербии мне очень понравились матчи против Австрии. Сыграли в основном время 1-1 и смогли в дополнительное время одержать победу 2-1. Заслуженная победа. Сербы доминировали уже с первых минут матча. Это доминирование продолжилось и во втором тайме. Сербы заслужили эту победу и могли даже одержать ее в основном время. При том, что норвежцы тоже крепкая сборная. Плюс на выезде сербы играли. Так что сербы хороши. И то, что они месяц назад сыграли в Лиге Наций неудачно. Там 3-1 уступили России, но 0-0 сыграли с турками. Но это, наверное, связано с тем, что футболисты просто еще не набрали форму. У сербов очень хороший состав. И, например, Милинкович и Савич, который оформил дубль, он вообще вышел на замену. Для меня сербы фавориты. Венгры, конечно, тоже 1-3 обыграли Болгарию. Но, признаюсь, там венграм очень сильно повезло с некоторыми голами. К тому же Болгария все-таки соперник более неискорный, чем Норвегия. Венгры 0-1 обыграли Турцию. И 2-3 уступили сборной России. По составу, конечно же, сербы сильнее. Сильнее, плюс играют дома. Поэтому беру индивидуальный тотал Сербии больше одного. Коэффициент 1-38. И мне эти два события в экспресс. Получается коэффициент 2-0-7. Ставлю 3 тысячи рублей. Дальше идем. Норвегия играет против Румынии. Норвежцы, повторюсь, проиграли сербам. Не понравилось мне то, как они играли. Хотя, конечно, команда по потенциалу, по составу довольно неплохая. И Холланд, и некоторые другие футболисты. Там Мартин Эдегор из Реала. Месяц назад они еще и Австрии 1-2 уступили дома. Тоже крепкой сборной. И обыграли 5-1 на выезде Северную Ирландию. Трех матчей подряд у норвежцев обе забьют проходить. Что касается Румынии. Тут тоже довольно слабые матчи не провели против Исландии. 2-1 им проиграли. Проиграли по делу. Исландцы были лучше. Могли забить даже еще больше. Месяц назад они 1-1 сыграли Северной Ирландии, имея игровое преимущество. И 2-3 обыграли Австрию. Но там я считаю, что у Румыны, конечно, повезло. Австрии сыграли лучше. Пропустили довольно глупые голы. И не смогли реализовать множество своих моментов. Однако у Румын также в трех матчах подряд обе забьют и проходят. Норвежцы сейчас не в лучшей форме. Но по составу, по потенциалу они сильнее Румын. Плюс играют дома. Однако пропускают в каждом матче. Так что не удивлюсь, что Румыны забьют и сейчас. Моя ставка 1х плюс обе забьют. Коэффициент 2-40. 2 тысячи 300 рублей я ставлю. Казахстан играет против Албании. Казахстан 0-2 обыграл Литву. 1-2 уступили белорусам. Причем уступили белорусам по делу. Смотрелись хуже. Албания же, наоборот, обыграла белорусов 2-0 в первый матч на выезде. И каким-то чудом уступила 0-1 дома литовцам. Весь матч атаковали, создавали моменты. Но не смогли забить. Пропустили контратаку. Глупый гол. Но, конечно, Албания все равно сильнее по составу и литовцев, и белорусов. И Казахстан тоже. С другой стороны, у Албании множество потерь в этом поединке. Хюсай дисквалифицирован из-за коронавируса. Проблем с клубами. Не сыграет основной вратарь Старакоша. Также Абраша, Садику. И ряд других футболистов тоже не примут участия в этом поединке. Это, конечно, увеличивает шансы Казахстана. И увеличивает коэффициент на Албанию. И все равно, я считаю, что тот состав, который выйдет у Албании, он сильнее, чем те футболисты, которые играют в сборной Казахстана. Албания более организованная сборная. Более опытная сборная. И мне кажется, что даже на выезде они как минимум не проиграют Казахстану. Моя ставка 4-0. За коэффициент 1,71. 2,700 рублей я ставлю. Литва играет против Белоруссии. Литовцы в товарищей игре обыграли 1-3 эстонцев. А в Лиге нации месяц назад 0-2 уступили Казахстану. И 0-1 обыграли Албанию на выезде. Белоруссия, в свою очередь, проводила не товарищеский, а официальный матч против Грузии. 1-0 грузинам они проиграли. Проиграли по делу. Смотрелись хуже. Но Грузия довольно крепкая сборная. Белорусы уже 0-2 уступили Албанию месяц назад. И 1-2 на выезде по делу обыграли Казахстану. Белорусы слишком много сил, мне кажется, потратили матч против Грузии. Уставляли основной состав. А литовцы спокойно проводили товарищеский матч против Эстонии. Поэтому функционально у Литвы будет явно преимущество в этом поединке. И мне кажется, Литва сможет огорчить белорусов. С другой стороны, Белоруссия гораздо сильнее литовцев и по составу, и по той игре, которую демонстрируют последние месяца. Поэтому в голе гостей, несмотря на физическую утомленность, я тоже лично не сомневаюсь. Я рискнул и поставил на обе забьют за шикарный валунный коэффициент 2.35. Стало немного. 2.200 рублей. И последний матч. Вишенка этого видео. Англия играет против Бельгии. Слушайте, Англия не нравится мне, как играет. Нам не надо обращать на товарищеские игры, где они 3-0 Уэльса обыграли, полностью ротировали состав. И нам не надо обращать на то, как Бельгия с Кот Диуаром один они сыграли, где тоже была полнейшая ротация. Товарищеские встречи это немного другое. Давайте посмотрим на матчи месячной давности в Лиге нации. Англия безобразно играла с Исландией. 0-1 еле-еле выиграли, забились с пенальти, который на ровном месте возник в конце поединка. И на последних секундах еще привезли пенальти в свои ворота. Повезло, что исландцы не забили. Так тогда у Исландии полсостава еще не было основных футболистов, которые в ВПЛ выступают и так далее. После этого 0-0 сыграли с Данией. Тоже не сказать, что лучше и интереснее смотрелись. Не было какого-то дикого доминирования со стороны Англии. Бельгия же в свою очередь обыграл 0-2 на классе Датчан. И 5-1 разгромили исландцев. У Бельгии хороший состав, даже без азара. Мне кажется, что бельгийцы поинтереснее смотрятся. И, на мой взгляд, даже играя на выезде против Англии, уж точно не являются аутсайдерами. Мне кажется, что индивидуальный тутал Бельгии больше одного за квалифициент 1,65. Это отличная ставка на этот поединок. Ставлю 3400 рублей. Уверен, что Бельгия в этом матче без обитых голов не уйдет. На этом все, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик. Переходите в Telegram с дополнительными бесплатными прогнозами по ссылке в описании. Успехов вам! Увидимся в следующих видео. Продолжение следует...